приветствую вас уважаемые любители пневматики высокоточной стрельбы сегодня я хотел бы поговорить о мини прицелах я заготовил целых два обзора это не будут сравнительный обзор это будут закончены обзоры про каждый конкретный продукт сегодня я бы хотел поговорить про прицел discovery 3 на 12 мини прицел фпшник такого мы раньше не видели то есть в нашем понимании вот в моем в частности понимание прицелы миники для решения определенного круга задач которые устанавливаются на компактные субкомпактные винтовки был папы мини карабины пистолеты как правило это были постоянники небольшой кратности 46 но максимум 10 здесь же нам дали мало того что прицел переменной кратности так еще и фпшник с учетом того что сетка масштабируется при смене кратности то прицел просто предназначен быть успешным для любого охотника или крау хантера если вам не нужно заморачиваться с поправками с масштабированием сетки вычислять коэффициенты потому что как правило на миниках кратности было недостаточно для того чтобы поставить туда актуальный мелдот и там были сетки с коэффициентами а так как такие прицелы достаточно дешевые то многих возникали проблемы как вычислить коэффициент как настроить балл калькулятор и соответственно стрельба у них превращалась лотерею данные же прицелы позволяют в принципе работать как с любым фпшником а спонсор данного ролика интернет магазин рухантинг это магазин для охотников где вы найдете широкий выбор товаров и аксессуаров оптика именитых брендов коллиматорные прицелы дальномеры как недорогие так и именитых производителей крепления кольца моноблоки переходники аксессуары сошки уровни аксессуары для pcp пневматики широкий выбор на любой вкус приятная ценовая политика быстрая отправка переходите по ссылочке в описании также прицел оснащен боковой отстройкой параллакса которая прекрасно работает и которая необходима при кратности 12 уже параллакса надо отстраиваться здесь тактические барабаны которые поднимаются и опускаются кстати они достаточно туго работают как мне сказал продавец надо всего лишь один раз их отжать вот при вас это делаю все они начинают работать клики при этом ну вялые обсказал то есть не такие как у тасок я сейчас буквально переставлял прицел таска и ощущение еще чувствуется но принципе похож на discovery который я обозревал также я заметил что здесь есть такие вот углубления и то что углубление отверстия с резинками кто-то приспосабливает сюда пульки засовывать оригинальное очень решение но по мне так на том же лешим это вообще замена пульницы не надо дополнительно ничего покупать установили такой прицел и стреляем сейчас давайте пробежимся по его техническим характеристикам посмотрим на актуальность мелдота насчет механики я честно сказать не заморачивался с ценой клика потому что вряд ли вряд ли вы будете стрелять по кликам с этих прицелов и так же это второй экземпляр который попадает ко мне первый экземпляр мне прислал подписчик я начал уже снимать обзор но пришлось ехать в москву обзор к сожалению не вышел я не успел его оформить и закончить и от него поступил отзыв что он использует этот прицел на малой кратности и сетка у него теряется так как подсветку в этот прицел не имеет соответственно на малых кратностях работать затруднительно забегая вперед я хочу сказать что вот именно на этом прицеле в отличие от похожего прицела другой фирмы сетка все-таки более заметно траве и на деревьях ну давайте пару кадров посмотрим как это все выглядит параллакс четко работает кстати отстройка от параллакс от 15 метров здесь вообще заявлено от 8 но вот и от 15 пробовал меня все прекрасно работает вот дистанция до этого кустика 15 метров параллакс отстраивается вообще картинка классная детализация прям четкой ну на экране телефона пока аккуратно Продолжение следует... Сетка здесь актуальная, и вот в данной модели мне сетка очень нравится. Как я вам уже сказал, она очень похожа на сетку Мил Кват, от привычной нам Таски или SWFA, так называемые прицелы. То есть ее китайцы сюда поставили. Ну вот видим, сетка на всю длину помещается, дистанция 20 метров. И все соответствует. То есть сетка актуальная. Это самое главное для таких прицелов. То есть все деления четко укладываются. Вот вам китайский прицел. И именно на Таску она похожа на кратности 10 и 12. То есть вот именно на этой кратности, когда сетка максимально, хорошо работать. Но, как я вам сказал, не всех это устроит. Если вы используете кратность 4-3, то сетку вы здесь практически не увидите. Она очень маленькая становится. Уменьшается примерно, ну не знаю, раза в 4. То есть очень тонкая сетка. И будет теряться на фоне зарослей. Так что прежде чем купить, я бы рекомендовал вам воочию посмотреть у кого-нибудь на этот прицел. Особенно если вы будете устанавливать его на какие-либо микро-буллпапы. Данный прицел сейчас установлен на Эдган Матадор. Это самая компактная винтовка, которая на сегодня у меня есть в мастерской. К сожалению, микро-буллпапов тех же ВЛ-12 или Лешего у меня не оказалось. И мини-карабин уже уехал. Он, кстати, очень хорошо бы вписался на мини-карабин по своей концепции и по компактности. Я его установил на Матадор. Установил его на средние кольца. На высоких мне было неудобно. И вот именно в таком виде вполне себе комфортно работать. То есть смотрите, винтовка получается очень легкая. То есть можно пальцами спокойно ее манипулировать. Этот прицел не портит внешний вид. То есть он вполне гармонично смотрится на данном изделии. А релиф вот выставлен комфортный для моего глаза. То есть прицел очень компактный. Для тех, кто ценит компактность и малый вес, прицел очень даже хорошо подходит. В комплекте с прицелом есть крышки защитные. Есть килл флэш. Опять играем снайперов. Как я уже сказал, подсветки нет. Здесь 30-я труба, что очень удобно. Ну и соответственно прицел светосильный. 44-й диаметр объектива. Кольцо трансфокатора плавно крутится. Без люфтов, без каких-либо проблем. То же самое и с отстройкой от параллакса. Никаких люфтов здесь нет. Как допустим, у меня вот на одном из прицелов сталкер. Маркуловском. Был прям сильный люфт. Боковой отстройки. Но производитель сказал, что люфты допустимы. Здесь я бы сказал, что чрезмерно зажато все. Особенно барабанчик боковой поправки. Очень туго ходит. А вот вертикаль уже все разработалось. Это в основном тот барабанчик, которым вы будете работать. Прицел мне понравился. Сетка, да, она тонкая. Но я работаю на кратности не меньше, чем 10. И вот для суслинга, для воронинга, вот именно в таком виде, как вы видите сейчас, прекрасно позволяет работать. То есть выполнять все те задачи, которые необходимы. Более подробные ТТХ вы видите сейчас вот в этой вот подсказке. Для любителей микро-блупапов я бы рекомендовал обратить свое внимание на данные прицелы. Спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Переходим по ссылочке в описании, где дана ссылка на магазин, где вы можете купить подобный экземпляр. Также именно вот этот экземпляр, который сейчас здесь стоит, он продается. То есть вы можете приобрести его непосредственно у нас по той же цене, что и у продавца. И эта винтовка, кстати, тоже продается. Она у нас на комиссии. Поэтому при большом желании пристреленный от работы на комплект можете приобрести. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok